здравствуйте это дмитрий мастерская винтаж аудио но хочу вам показать значит довольно любопытный усилитель это кинут он же 3 7700 7 100 у него модель называется не самая топовая вещь есть еще 737 500 ну там третий сверху давайте поближе сейчас посмотрим как он выглядит он очень красивый на самом деле классика 77 год релиз 56 тысяч 500 иен за него просили вот в то время да ну видите там здоровенный регулятор громкости такое тоже он красивый все здорово все переключатели все это в стиле много таких аппаратов вот в то время выпускалась и пионер там в частности все это делали но много кто здесь что любопытно дать я скажу сначала как он у нас появился да зачем он тут вообще стоит у нас мастерской аппарат был в общем исправен но относительно исправен да то есть он приехал на полную профилактику него что-то там не включалось что-то не переключалось где-то хрипел где-то шуршал в общем обычно такие возрастные истории и здесь мы вот на фотографиях тоже можете посмотреть мы здесь разбирали полностью практически все что вращается переключается крутится там щелкает и так далее и все это подвергалось чистки вот на фото можете посмотреть как было до как стало после я решил в этом ролике побольше таких фотографий именно в работе то есть что и как что там еще значит наверное понятно что токи покоя там дальше мы все почистили давайте по схемотехнике еще пройдемся это очень любопытный на самом деле аппарат характеристику него вообще отличные то есть у него очень низкий костер гармоник четыре тысячных у него 60 ватт на канал на 8 ом у него очень развитые фонокорректор что ну важно для 70-х годов там расцвет винил и все такое соответственно также грамотный развитый селектор для магнитной записи то есть можно там несколько дек магнитофонов подключить переписываться одного на другой все это делается очень важно что включается темброблок кстати предварительные каскады и каскады темброблока они работают в классе а там у них двойное питание там как бы все очень здорово входной каскад на полевике усилитель практически постоянного тока у него заявлено от постоянного тока до 100 килогерц частотная характеристика то есть там нет выходных конденсаторов то есть это действительно усилитель постоянного тока и это очень важно это очень круто на самом деле потому что мало кто из производителей рисковал там брался делать вот такие вещи без с без отрицательной обратной связи в общем здесь важны характеристики примененных элементов и схема техника должна конечно выверена смотрите вот еще тоже любопытно что входная часть да то есть предусилитель фото корректор селектор они выполнены вот на задней части аппарата задней стенки то есть минимальная там длина проводов до схем и вот такими длинными тягами значит происходит переключение вот эти радиаторы черные такие две пластины на которых стоят ну в общем тоже хорошие кстати крутые транзисторы и на них значит это как экран работает то есть силовую часть отсекает до экранирует от предварительных каскадов предварительной каскады еще раз скажу чтобы двойном поливике там трехкаскадная схема без проходных конденсаторов все это работа в классе а двойное питание в общем так очень сильный аппарат и скомпонован очень здорово от топовых версий отличается тем что у него один трансформатор но четыре обмотки да дальше там два упрямителя то есть ну такое ну не двойной моно чистая да с двумя трансформаторами но по крайней мере вот так это сделано это тоже хорошо это тоже правильно ну для не топовые вещи это в общем допустимо но аппарат сейчас исправен работает он отлично звук великолепный красивый то есть действительно вот ну инженеры добились какого-то хорошего результата нам он очень понравился и ну пожалуйста посмотрите вот он тут и близко и на фото и сзади и спереди и все что внутри а про реле наверное надо сказать реле защиты да то есть мы его с позолоченными контактами то есть мы его сняли для того чтобы там разбирать чистить у него прозрачный корпус потом тоже на фото его видно и ну то есть там просто великолепно все мы даже разбирать его не стали потому что там ну никаких следов там и не окислов не ничего никаких то от подгораний в горании просто все здорово ну вот теперь аппарат исправим наверное отправим его клиенту соответственно он приехал к нам не из россии аппарат вот и надеемся что он прослужит долго и наша работа будет оценена по достоинству спасибо что досмотрели до конца всего доброго